Привет! Крэнк Бразерс Малетта. Какая это модель, Жень? Только Е. Просто Е. На сайте 140 долларов стоит, да? 148 долларов. Контактные педали с платформой для того, чтобы можно было ДХ-чку погонять, вот эта штучка у них крутится, то есть, по идее, на оригинальных педалях Крэнк Бразерс это давало, без рамки, это давало возможность встегнуться, вообще не париться, и ты ногу не ляпнул, ты вроде встегнулся. Своеобразная ерунда. На некоторых моделях вот эти штучки у нас иногда лопаются. Весит пара у нас 419 грамм. Вот. Они радуются, что на 60 грамм легче, чем что-то там. Ну, 400 грамм для педали это не так уж и много, но и не так уж и мало по факту. Но учитывая, что здесь есть рамка, это хорошо. Шипы. Шипы сменные, почему-то очень глубоко закручены, то есть, вроде как, если ты промахнулся, у тебя нога все равно будет соскальзывать. Но самый прикол, ну, конструкция традиционная, один промподшипник и с этой стороны втулка скольжения. То есть, традиционная для многих педалей конструкция, которая позволяет педальке довольно свободно вращаться и, в принципе, служить долго, потому что, ну, весить мало. Потому что втулочка скольжения, она все-таки выдерживает большие нагрузки, а подшипничек у нас по большому счету держит корпус. Ну, косяк этих педалей в том, с которым у меня просто жепа, извините, горит. Я вот сейчас изготовил новые втулочки скольжения, потому что люфт был слишком сильный у оси. Этот корпус состоит из двух деталей. Двух алюминиевых деталей. То есть, соответственно, здесь один подшипник, здесь другой подшипник. И эти две алюминиевые детали соединяются вот таким винтиком М5 через пластик. Ну, он такой, даже, я бы сказал, полиуретан, скорее всего. Ну, или что-то очень такое. Способное быть гибким. В итоге мы что получаем? Мы получаем, что корпус может флексить, когда мы едем. Я не знаю, зачем это надо, когда мы едем. Почему? Точнее, как следствие, из-за того, что корпус флексит, у нас нагрузка на вот эту втулку скольжения идет не соосно, собственно, оси. У нас ее заламывает постоянно куда-то. В итоге, когда вы педалируете сильно, у вас трение из-за того, что корпус подкусывает всю эту историю. Как бы оно классно не было настроено, собрано, у нас корпусом подкусывает ось, и вы тратите больше энергии на педалирование. Замечательные педали. Зачем такой бред делать, я не понимаю, искренне. Ну и, естественно, при сборке надо прям идеально подловить соосность вот этих двух половинок, потому что ты вот тянешь, у тебя вот так вот этот винт тянешь, у тебя вот в эту сторону перекашивает корпус, да, потому что вот это меньше сжимается, вот эта часть пластика больше сжимается. У нас корпус сразу перекашивает. С этой стороны в другую сторону его перекашивает, и где-то там надо поймать баланс. То есть, в теории, если мы затянем не слишком сильно, то это дело наверняка разболтается, и может иметь вероятность раскрутиться. Причем фиксатора сухого здесь с завода не наблюдалось. Обычно на винтах он есть, но, по крайней мере, на шимановских. В общем, я не знаю, кусок странного решения за много денег. Прекрасный образец продукции Crown Brothers. Пока.